Валерий Светличный, который чудом выжил во время крушения вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, выписан из больницы. Медики считают, что его здоровью ничто не угрожает. Мужчина может отправляться домой, в Тюмень. Накануне мужчина дал показания следователю. Он один из трех человек, которым удалось выжить. 18 человек в результате катастрофы погибли. Незадолго до трагедии он успел написать смс родным. Дословно там было написано «Летим, страшно». Валерий очнулся уже на земле. Позвонил в МЧС, затем нашел еще два их ранее. Весь день сегодня на Ямале проходила процедура опознания погибших 14 человек, идентифицированных. Все необходимые процедуры завершат завтра, как только в регион приедут остальные родные. Всех их встречают, размещают в гостинице города. Для них это тяжелая психологическая травма. Так что с ними постоянно, круглосуточно работают сотрудники спецслужб. Мы действительно оказываем круглосуточную поддержку по необходимости родственникам, которые прибывают сюда. Мы встречаем их в аэропорту, везем в гостиницу. В гостинице круглосуточно работает бригада медиков и психологов. Мы работаем вместе с ними. Психологи сопровождают их везде, куда необходимо пребывать для оформления документов. МЧС завершила поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Рязани. Потребовалось больше суток, чтобы разобрать завалы. Сегодня обнаружили тела всех погибших. В списках жертв 7 человек. Глава Рязанской области намерен объявить день траура. Также местные власти начали выплаты компенсации пострадавшим. Само здание по результатам экспертизы пригодно для жизни. Жильцов обещают пустить в свои квартиры еще до Нового года.